За 10 месяцев войны в Украине кого только не отправляла Россия на фронт. Наркоманов, игроманов, алкоголиков, шизофреников и даже попов. Но недавно Кремль решил всех удивить и пополнил ряды второй армии боевыми шаманами. Власти хотели порядок сделать. Давайте откроем матрешку и узнаем, когда и почему Путин окунулся в мистику. Путин впервые попробовал обратиться к посусторонним силам, когда у него только родилась идея стать президентом. И какие тайные ритуалы проводили шаманы Кремля перед полномасштабным вторжением России. Мистицизм сопровождал кровавого диктатора с первых дней его политической карьеры. В 1999-м президент Борис Ельцин выступил на телевидении с историческим заявлением. Я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество. Владимир Владимирович Путин. Ельцин назвал Путина своим преемником 9 августа. А уже через два дня в Трансильвании провели тайный ритуал. 11 августа был совершен оккультный обряд на привлечение удачи к Путину. Даты и место были выбраны не случайно. Ведь именно 11 августа произошло мощное солнечное затмение. Его полная фаза была лучше всего видна как раз на северо-западе Румынии, в Трансильвании. Многие полагают, что этот обряд оказал существенное влияние на политическую карьеру российского тирана-долгожителя. С первых лет его правления экономика страны начала возобновляться. Российская нефть хорошо продавалась за границу, а денежные потоки беспрерывно поступали в Россию. Путин получил репутацию крайне удачливого политика. Неудивительно, что с тех времен он начал серьезно относиться к шаманизму, православному мистицизму и другому колдовству. Говорят, что в 2003 главу Кремля познакомили с человеком, который мог предсказывать будущее. Причем сначала, говорят, Владимир Владимирович отнесся к этому с большой иронией, потом он с удивлением обнаружил, что эти предсказания очень точны. И это помогло ему принять ряд верных решений в сложных ситуациях. И он до того доверился этим предсказаниям, что к этому человеку обращался не реже раза в неделю, иногда два раза в неделю. С этим дедом будущий бункерный дед консультировался до 2006-го, пока тот не умер. Но перед тем, как отойти в мир иной, этот человек успел дать Путину предсказание, последствия которого сегодня ощущает вся планета. И там была фраза, что если ты изменишь карту мира, ты будешь править вечно. Но не стоит считать, что Путин доверяет всем колдунам без разбора. Он относится с подозрением даже к тем шаманам, которых ему рекомендовали люди из самого близкого окружения. Когда Медведчук в августе 2020 года привез ему шамана из Амазонии, и тот шаман, значит, стал Путину рассказывать, что в обряде ему явилось, что Путин будет контролировать Украину, а президентом Украины станет Медведчук. Владимир Владимирович, как вы понимаете, хотя он все парни относился к своему куму, не нает в этому предсказанию и не поверил. Пик вовлеченности Путина в мистицизм приходится на период его тесного общения с Сергеем Шойгу. Это же как бы подтвержденный факт, да, что первые разы Шойгу Путина вводил на вот эти баллы, в себе в гараж. То есть это было, значит, давным-давно, скорее всего. Это давало какие-то результаты. А ну, знаете, так шамана послушали, один раз сыграла в плюс, потом второй, потом третий, а потом это начинали тупо просто слепо верить. Путин все чаще совершал совместные с Шойгу поездки в Сибирь, чтобы участвовать в секретных обрядах. Практики Шойгу, они достаточно понятны. Это шаманизм. И Шойгу достаточно неплохой специалист в области шаманизма. У него то ли дед, то ли прадед был вот именно, что не на есть, а самым настоящим, достаточно сильным шаманом. Кстати, Шойгу и занимается подбором экстрасенсов, там всевозможных направлений. Большинство обрядов, в которых принимал участие Путин, конечно же, были секретными и маскировались под рабочие поездки или банальную дружескую охоту. Но некоторые ритуалы таки были совершены публично. Например, в 2008-м Путин усыпил тигрицу в уссурийском зоопарке и надел на нее спутниковый ошейник. Владимир Путин появляется на тропе как раз в тот момент, когда тигрица делает свой прыжок. Выстрел из специального ружья летающим шприцем со снотворным угодил в правую лопатку зверя. Тогда никто еще не догадывался, зачем на самом деле это было сделано. Экстрасенсы утверждают, что это был особый ритуал, который Путину посоветовали провести шаманы для того, чтобы удержаться у власти. Ведь на Дальнем Востоке тигр считается хозяином тайги и является тотемным животным многих племен. Например, в северном Китае королевская кошка была тотемом древнего желтого императора. Путин настолько ударился в шаманизм, что для него в Сибири построили в безлюдном месте на берегу реки Хемчик специальное капище в виде золотой юрты. Именно туда ездил Путин в 2021-м вместе с Шойгу для того, чтобы принять участие в специальных обрядах. Но все эти планы потерпели неудачу. Ведь в марте этого года отношения Шойгу и Путина резко ухудшились. Ухудшились, я бы сказал, до необратимого состояния. Шойгу чудом остался в живых, насколько известно. Чудом. А все потому, что шаманы министра обороны РФ облажались. Перед полномасштабным вторжением в Украину кровавый диктатор с ними советовался. Также колдуны провели сразу два жестоких обряда жертвоприношения. Один в Туве, в Тайге, там сожгли медведя, а другой в Бочаровом ручье, где предали стихии огня орла. Сказали, что этот орел в дыму, он предвещает победу тебе над всеми царями мира. Нельзя сказать, что Путин решил взять Киев после этих слов. По мнению экспертов, он готовился к нападению на Украину годами. Но именно в этом предании Путин увидел последний знак свыше. И решил, что пришло время войны. Но в первые же дни так называемая спецоперация пошла не по плану. Киев так и не сдался ни за трое суток, ни за десять месяцев. Вторая армия позорилась на весь мир. А Россия стала страной-изгоем. Ритуалы, кажется, стали работать немного не в ту сторону. Они ему недвусмысленно пообещали сокрушительную победу. И вот в марте эти шаманы отправились в мир духов. Но почему ситуация вышла из-под контроля Путина? Ведь победу и всемирную власть ему сулил даже таинственный старик, которому кровавый диктатор доверился еще на заре своей карьеры. Некоторые россияне считают, что Путину мстят потусторонние силы за то, что он запер в психушку якутского шамана Александра Габышева. Этот маленький человек пешком шел на Кремль, чтобы изгнать демона Путина. Он демон кровавый. Когда его не будет, будет свобода. Другие верят, что планы Путина по захвату Украины провалились, потому что у него слишком большие аппетиты. Не срабатывают обряды по той причине, что действительно вот сам Путин у высших сил просит очень многого. Я бы даже сказал невозможного. Вот некоторые люди хотят власти, ну, стать там депутатом, президентом. Путин же хочет абсолютно всего. Власти, тоталитарного контроля над всеми. И получается финал, как в сказке о золотой рыбке. А еще экстрасенсы убеждены, что кремлевские шаманы, которые работают в интересах Путина, допустили ряд ошибок. Они раскачали определенную, скажем так, вибрацию, да. Она сейчас полностью оборачивается в их сторону. Промахнулись колдуны с датой полномасштабного вторжения России в Украину. Нельзя было в этот период, когда они начали эту активную фазу войны, нельзя было ее начинать. И больше того, чем больше они сейчас будут давить, тем больше будет противодействия, причем с всех сторон. Доверие к шаманам товарища Шойгу у Путина исчерпалось. Но похоже, что вера в мистику осталась. Ведь Путин начал еще более активно полагаться на помощь потусторонних сил. А это значит, что он чувствует себя растерянным и загнанным в угол. Как правило, люди обращаются к астрологам, к гадалкам, к мантикам любым в ситуации высокой неопределенности, очень высокой, и в ситуации отсутствия каких-то рациональных решений. Недавно Кремль отправил на фронт в Украину боевых шаманов в Бурятии. Их цель – вернуть душу двухсотым, поднять дух выжившим оккупантам, провести над ними секретные обряды и даже оказать медицинскую помощь. Они же находятся в такой ситуации, боевых действий принимают участие. И именно обряд продлевания жизни – это, наверное, самая основная цель. Также здесь, в Армянске, расположилась и делегация из Братской республики Бурятии. Они также приехали поддержать своих земляков. В составе делегации из Бичурского района приехал и бурятский шаман Бату Дантуков. Видимо, у Министерства обороны РФ дела совсем плохи. Приходится экономить на медикаментах, аптечках и, собственно, на самих военных врачах. Поэтому солдатам второй армии остается только надеяться на помощь потусторонних сил. Да и то далеко не всем. Ведь фонду удалось собрать деньги всего на три юрты для спасения жизней защитников матушки России. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Это при том, что представители российского истеблишмента готовы тратить миллионы на оккультные ритуалы, в которых сами регулярно принимают участие. Допустим, обряд защиты, пылающее сердце, это знаменитый обряд защиты оккультный, его совершают для шести человек, каждый платит 250 тысяч долларов. Если этот обряд совершается индивидуально, речь идет о нескольких миллионах долларов США. И все эти деньги друзья Путина платят не из собственного кармана, а берут из госбюджета РФ. Так что российский народ платит еще и за это недешевое удовольствие своего правителя и его свиты. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По информации политолога Валерия Соловья, правящая верхушка Кремля этим летом активно принимала участие в оккультных обрядах. А сам Путин осенью встречался с новыми шаманами, чтобы обсудить с ними о применении ядерного оружия. Эти колдуны, наученные трагическим опытом своих предшественников, решили точных прогнозов не давать, а то вдруг снова не сбудутся. Они ему сказали, что увидят огненную птицу, несущую смерть, разрушение и победу. А кому победу, куда эта птица летит, они не уточняли. Больно уж боялись разозлить кровавого диктатора, который пачками отправляет свой народ на войну в Украину, а следовательно, в мир духов. И никакие высшие силы и шаманы с бубнами не помогут бункерному деду избежать наказания за его чудовищные преступления. Как бы Путин не пытался изменить карту мира и воплотить в жизнь предсказания старца, который сулил ему вечную власть, теперь диктатора ждет только слава убийцы и террориста, который развалил Россию.